Необычных, может быть, для классической физики вещах где-то вот в конце прошлого века, в годах, в 70-х, наверное, так пришло понимание того, что кроме тех объектов, которые изучаются в традиционной физике первого тела, есть еще широкий класс объектов, которые терематходами, которые в физике первого тела были приняты, распространены, не охватываются. Если вдуматься, то, по сути дела, все, что вы знаете, скажем, из обычного учебника в физике первого тела, типа Займа, Китеря и так далее, базируются на циклических и граничных условиях вонокарминальщиках. Просто по индустрии мы уже победили. Если мы вдруг по какой-то причине увидим, что эти циклические и граничные условия не работают, то, вообще говоря, традиционный аппарат, которым мы широко пользуемся, в котором базируются практически все достижения, в традиционной части физики первого тела окажутся на работу с косовым. Но возникает, естественно, вопрос, о чем дальше появится. И тому, что объекты в природе есть, тела, в которых нет транспекционной инвариантности, существуют, они хорошо известны, потому что в зревних районах, например, смолы, стекла, ну, жидкости несколько особое тело, мы все-таки говорим о других телах, которые не обладают, ну, по крайней мере, пожитейским пониманием этого особого собственного текучести. Я потом попозже остановлюсь на этих проблемах, не на моделях, а, может быть, в других телах. Есть определенный дискуссионный момент, что это застывшая жидкость или какое-то специфическое бутылочевое состояние твердых тел. Значит, ну, для нас интересно то, что в этих телах нет трансляционной инвалидности. Ну, возникает вопрос о всем привычные свойства, которые мы имеем в обычных твердых телах, там наблюдаются. Ну, скажем, электронные проводимости бегают, а если бегают, то как выглядит приятность в мире, потому что приятность в мире возникает, собственно говоря, когда мы вводим в это положение по трансляционной вариантности. Если ее нет, то тогда что происходит с электронными свойствами, будут ли какие-то особенности? Оказывается, есть особенности. Оказывается, в таких телах есть состояние, которое похоже на состояние, скажем, зонных электронов. Ну, в том плане, что такой электрон может пробежать по всему материалу, а есть состояние, которое совсем не похоже на электроны, локализованы на каких-то центрах, ну и так далее. Примеров таких систем достаточно много, и нельзя сказать, что они возникли в те годы, когда я сказал, что они достаточно давно. Скажем, композиционные материалы, он, пожалуй, наиболее близкий объект. В свое время издавалась целая серия книг, которые так и назывались, физико-композиционные материалы. Последний, один из самых первых композиционных материалов это пластмасса, текстолеть, детенакс, но детенакс это бумага, пробит на эпоксидный синтон, а текстолеть это ткань, пробит на эпоксидный синтон, и скрессованная. И благодаря тому, что там есть армированная пластическая масса, армированная лица, данная среда приобретает свойства, присущие и ткани, и пластмассе. От эпоксидной смолы берет бедность, а ткань берет объемную пиккого времени. Ну и вот довольно популярная тема была. Посмотрите, что если мы смешаем два материала с разными свойствами, значит, не получится ли у нового материала полезная комбинация каждого из этих свойств. Мы вот с вами сидим в окружении бетонных стен. Что такое бетон? Это смесь, ну так, грубо говоря, трех материалов. Это цемент, это щебенка, ну на самом деле в бетоне есть еще пластификатор, который придает цементу определенная гибкость. Это внутренняя ароматура. Каждый из этих компонентов придаёт материалу необходимые свойства. Ну, скажем, придаёт необходимую гибкость, щебенка, необходимая прочность, цемент, необходимую вязкость, особенно при наличии пластификатора. Возникает вот такой достаточно сложный композиционный материал. Возникает, естественно, вопрос, например, как рассчитывать и не будет физические свойства этого композиционного материала. Ну, если есть бетон, как рассчитывать, например, модульную полосу. Учитывая, что в нём целых три компоненты в каждой зоне модульной полосы. Как рассчитывать, скажем, проводимость такого материала, если у него есть несколько компонентов, каждый с разной зоной проводимых, каждый с разной проводимостью. Очень, кстати, популярное направление исследования было, в общем-то, есть смесь металл-диэлектрик. В диэлектрик, скажем, в трансформаторное масло мы погружаем металл, металлические шарики. Металл проводящий материал диэлектрик, трансформаторное масло, естественно, не проводящий материал. Свободный материал, какого будет, проводящий или не проводящий, оказывается, зависит от концентрации. Есть вызываемый перколяционный предел, когда такой материал начинает применить электрический ток. В виде перколяционного предела, вот там, наблюдаются на всяком роде аномальные свойства. То есть, электрическая формиция не сплеет аномалии. Если такой материал использовать в качестве наполнителя конденсатора, то конденсатор емкость будет резко возрастать и так далее. Ну, вообще, смесь металл-диэлектрик были очень популярны, потому что они планировались к использованию, в общем-то, видимо, и использовались в программе «Стелс», известной по всех ее наших аналогах. По большому счету успехов программы не уменьшалось. Но, при этом, даже в «Стелс» показали, что самолеты «Стелс» достаточно уязвимы для противовозвращенной системы и для тех радиолокационных систем, которые стоят в министратуре, в постоянном накалении. Это было весьма приятным сюрпризом. Значит, для тех, кто этой системой занимался, ну, тем не менее, тема была популярна и занималась. Давайте сгруппируем некоторые направления, которые могут изучаться физикой неупорядочного средствознания. Это так. Я буду говорить так, как я и вспоминаю, в непредельно-технологической наследовательности, хотя, в общем-то, сказал, исторически первые непорядочные исследования – это внушный материал. Вот, как появился рентгенно-структурный анализ, так, в общем-то, и заметили, что материал существует в разных состояниях. Некоторые на лавовой уровне дают четкие всплески, соответствующие дефракционным максимумам, а некоторые дают размытые порции. То есть, у них нет никакого набора плоскостей, от которых, как дефракционные решетки, отражаются рентгеновские волны. То есть, материалы эти не имеют дальнего порядка в расположении. Значит, атомных плоскостей, они были названы рентгеновскими, но мне казалось, что таких материалов достаточно много. Ну, вот один из известных примеров – оконная стекла. Некоторые материалы при этом существуют как в аморожном, так и в кристаллическом состоянии, скажем, тоже стекло иногда на дне, это как раз процесс его кристаллизации. Есть материалы, которые очень сложно кристаллизовать, они предпочитают существовать в аморожном состоянии. Есть материалы, которые, например, чистые металлы, существуют, как правило, в кристаллическом состоянии. Нужно очень постараться, чтобы перевести их в аморожное, они окажутся нестабильными. Ну, вот, в принципе, есть такое особое состояние вещества, аморожное. Теории того, почему они возникают, существуют разные. Скажем, одна из теорий, которые, вообще-то, имеют определенные практические последствия, если очень быстро охлаждать расплаванный материал, то каждый из атомов не успеет, грубо говоря, скатиться в тот минимум, в котором он должен находиться, застынет там, где его захватил в процессе замораживания, как он там в фильме «Вечер», типа «Лизбестер», и вот, кого-то в каком состоянии крик петуха застал, а в том, что он в состоянии и застыл, не того, что показывали на телевидении скоро. Ну, вот, что-то похожее происходит из этого материала, и получается такая неупорядоченная структура. Мы тут поговорим о моделях, которые бывают для структуры такого материала, о том, как они моделируются. Ну, естественно, можно предположить, что в этих материалах будут довольно своеобразные физические свойства. Ну, по крайней мере, интересный вопрос, о чем они будут отличаться от кристаллических материалов. Ну, вот где-то, как раз, в 70-е годы было обнаружено, что все, что есть в обычных материалах, есть в таких материалах. Скажем, есть магнитизм, правда, весьма специфический, есть магнитное упориточение, вот, об этих свойствах больших выводов. Второй пример, который немножко по-другому выходит у нас на те же самые нужные материалы, это материал из дефектов. Дефекты известны достаточно давно и достаточно успешно изучают, в способе дела разделов по классической физике, будем так говорить, твердого тела. Очень хорошо изучены точечные дефекты, примеси, дислокации. Но изучены как? Точечные дефекты хорошо изучены в предположении о том, что дефекты изолированы. То есть, один на другой где-то далеко. То есть, имеется идеальный кристалл, а в нем одна дедушка, а в локация, например, наоборот, примесная. Точно так же дислокации. Есть и другие дислокации, на которые мы не резим, и то, что вокруг едва, он рассматривается с помощью обычных методов теории полкаста. А вот теперь представьте, что мы примесная кристалл. Концентрацию увеличиваем, 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 немного увеличиваем, не надо уже, при 10% велика вероятность того, что возникает пара, тройки атом, ну и так далее. Пару еще можно как-то рассчитать, скажем, как 3, 4, то 5 атом. Уже задача становится вычислительно очень сложной, аналитически вообще не разрешено. То есть, примесный материал тоже материал, который у меня трансляционные варианности. По идее, если я стал слюдом, поставил перешок, то я ухлы сами с собой не совпаду, потому что атомы примесные расположены случайно. Там, правда, есть другая реальная вещь. Там все равно, скажем, атом замещен. Кубическая решетка и узла, там, у меня случайно атомы с факта или висит. Значит, решетка-то все равно есть. То есть, если я как-то усредню, так, какой-нибудь алгоритм придумаю, тут такая вот усредненная решетка, в которой атом, там, у луа, луквы сидит на узлах, значит, она будет трансляционными вариантами стиметия. Такая вот модель называется модель виртуального кристалла. Значит, но в целом это тоже неупорядочная вещь. Дальше. Дислокация. Когда возникает? Когда я материал, например, фигуру, начинаю работать? У меня возникает, там, называемый наклёт, дислокация становится много областей, ядра дислокации начинают перекрываться, уже нельзя говорить, что у меня там ядро где-то далеко, я рассматриваю окрестности вне ядра, уже ядра начинают наслаиваться друг на друга и, по сути дела, материал становится сплошным переплетением дислокации. Тоже вариант, там, вот, материал. Очень популярное в свое время направление исследований было дефекты, связанные с облучением, радиационной так называемой, с дефектом. То есть, посмотреть на то, что происходит, если у меня материал подвергается воздействию жесткого случая. И, ну, так сказать, подоконка эта задача тоже пойдет. Это времена, когда активно развивались системы ракетного уже, баллистического, а также соответствующие противоракетные системы. Ну, и задача стояла такая, ракета лететь, происходит ядренный взрыв. Так-то ракета взорвалась. Значит, успеет ли отработать там систему наведения головки после этого взрыва, чтобы навести головку? Значит, ну или она выйдет стуле быстрее? Потому что ядренный взрыв создает, естественно, кроме всего прочего радиационный дефект. Ну, а поскольку на начальном периоде всей этой техники памяти и прочее, там, устройство управления делало 18 новых эфиритов, то вот очень популярна была тема радиационных дефектов эфиритов. Близко к этому привыкает еще вот один такой искусственный вариант создания беспорядка – это дробей. Ну, вот сейчас мы это назвали там нанотехнологией, значит, тогда такого термина не использовали, в лучшем случае говорили о мелкодисперсных порошках, но, в принципе, эксперименты по многочасовому дроблению материал шаровых мельниц проводились. Ну и поскольку такое дробление доводило материал до субмикронных частиц, да еще эти частицы многократно мельницы, кроме численно-механических повреждений, любое отгравление – это локальный разогрев, это микроскопического кусочка и быстрое остывание, то, по сути дела, эти мелкодисперсные порошки получались аморжными и обладали другими свойствами, присущими аморжным материалом. Вот у нас в Екатеринбурге Антолий Боруч-Ярбаков, сейчас он работает, вот в УПО, в Анатолии такие исследования проводились. Вот это еще одна группа такого типа материалов. Дальше, немножко в сторону, это все-таки материалы, которые имеют применимость в устройствах электроники, микроэлектроники, трансформаторах, ну, в общем, такие классические направления использования материала, изучаемых физикой. – Физика атмосферы, рассеяние электромагнитных волн. По сути дела, если вдуматься, мы практически никогда не имеем тех условий распространения волн, которые описаны в классической электродинамике, ну, скажем так, электродинамик электромагнитных сложных средствах вода вылечится. На самом деле, если у нас радиолокационные волны распространяются в воздухе, то воздух – это неодноводная среда в ней. В ней то снег летает, то дождь идет, еще что-нибудь происходит. Даже если воздух идеально чистый, у него плотность колеблется, значит, из-за температурного грандиаметра и так далее. Ну и поэтому приходится учитывать распространение волн вот в таких средах со случайными неодноводствиями. Отсюда возникла большая опция, которая, кстати, много дала для разработки методов физико-неупорядочных средств – специфическая радиофизика. Проэйтов с автором курса статистической радиофизики в томах, значит, я думаю, еще буду ангелировать дальше, когда математика изменится. То есть вот это направление, близкое к этому направлению – это волны в земле. Земля тоже, в общем-то, случайно неодноводная следа. Считается задача, связанная с подземной радиолокацией, с распространением данных волны и прочих вещей. Там тоже было сделано немало интересных работ, связанных с обнаружением различного вот в подземных объектах. В некоторых мне приходилось принимать участие. В конце вот 80-х, начало 90-х годов, до того, как мы начались все эти у нас проблемы, известные, названные в лихии 90-е. Проблемы достаточно интересные, под записи я не буду их рассказать. Ну, поверьте, что там тоже достаточно многие методы физики неупорядоченных средств могли, не могли, а просто-напросто использовать. Вот это группа задач. Дальше есть большая группа задач, которые напрямую с физикой неупорядоченных средств не связаны, но, тем не менее, методы, которые были там разработаны, оказываются применимыми и в этой области. Это, скажем, обработка изображения. Ну, если думать на любое изображение, я могу смотреть, как на некую плоскую неупорядоченную среду, которая характеризуется, скажем, функцией зачерленности. Ее называют x и y две координаты, а функция зачерленности характеризует градацию черного света, чем скажем. Больше, тем чернее точка, тем меньше, тем белее точка. Ну, и изображение можно с помощью такой функции зачерленности изобразить. И оказывается, что, в принципе, рассмотрение, скажем, какого-либо объекта на каком-нибудь фоне, ну, скажем так, на поле боя, где все горит, там, добиться, в инфракрасном, допустим, варианте, разные температурные участки и так далее. Ну, возникает там объект на фоне случайного шума, возникает вопрос, как этот объект из этого случайного шума выглядит. Ну, и если о более медленном вещам говорить, как вообще разобрать изображение, значит, или, скажем, взять телевизионную картинку, разфильтровать изображение, чтобы осталось только само изображение, а шум ушел, потом распознать изображение телевизионной. Ну, в принципе, ряд методов, о которых мы будем говорить, оказывается применимым и в этих условиях. Дальше я уже говорил, когда геомонные сети изучали, что такие модели геомонных сетей, как, скажем, модель сетей, имеют большие аналогии со специфическим классом материалов, которые называются иммунными стенами. Значит, вот, поэтому методы, разработанные физикими порядочных средств, мы оказались плодотворными для изучения материалов. Ну и, наконец, особым объектом, в котором могут быть применены идеи неупорядочных средств, для этого, это фрактавы. Фрактавы — это самая подобная линия, которая создавается из трогого определения, самое подобное образование, например, «снежинка-поха». Прямая линия, конец, две точки. Затем я беру, из них делаю вот такую вещь, затем на каждом из участков это преобразование повторяю. Ну и так далее. В конце концов, получается вроде как линия, но она так разрастается, что начинает походить на плоскость. Обычный шум романовское в движениях такого же типа кривы приводит к классическим примерным фракталам. Кстати, является линия фрактов, наверное. Когда летишь на самолете, это очень хорошо заменит. Спускаешься, сначала смотришь, там, общее очертание меня не спустился, видишь, что эти общее очертание, ну, по сути дела, по тому же алгоритм, то есть без всякого алгоритма, случайным образом изъязвленные, увеличились, и в каждом там отростке появились еще внутренние отростки. Ниже спускается, становится еще лучше видно, что отростков таких много. И вот это вот характерный признак самоподобия, то есть есть универсальный алгоритм, который позволяет такого типа объекта при любом уровне детализации самим повторять, приводит довольно интересную картину. Ну, фракталы — это несколько все-таки отдельная наука, хотя, ну, в каком-то смысле, не близки к неупорядоченным средствам. Ну, и средневный область физики, как она называется, физика фракталов. Значит, тут такого типа объекта возникает, и возникает несколько вопросов. Вопрос первый — будут ли в таких объектах наблюдаться те свойства, которые будут выглядеть в обычных телах? Эконометизм, проводеемость, кинетические эффекты, а если будут, то какие у них будут особенности? Вопрос второй — а как реально действовать свойства таких систем? Среди систем есть еще один интересный класс, забыл бы о нем рассказать, который вырождает свою собственную проблему. Они тоже неупорядоченные, но система с конкулирующими взаимодействием. Ну, вот, например, фера или феромагнетик. Мы потом рассмотрим это более подробно, ну, так, на пальцах. Что такое феромагнетик? Это система узлов на каждом узле есть спин или магнитный момент, и есть взаимодействие, которое стремится их выстроить параллельно. Антиперамагнетик — то же самое, только взаимодействие таково, что оно стремится выстроить эти узлы антипараллельно. С антиперамагнетиком уже не просто я вам пример приводил фрустрированного треугольника. Вот, пожалуйста, если огнет между всеми узлами антипараллельно, антиферамагнетик, то вы никогда не расположите спины так, чтобы все были довольны. Потому что вот эти спины расположены нормально, а вот этому непонятно как располагается. Сюда он с этим будет параллельно, сюда он с этим будет параллельно. Имеют аналоги в системе взаимоотношений. Исследовались трагедии Шекспира на трагеде параметры. Количество вот таких вот фрустрированных треугольников, образованных персонажей трагедии, то есть тех человек, которые друг на друга, друг друга не переносят на звук, как говорится, и сама мысль на том, что они имеют какие-то общее мнение и противно. Значит, такая тройка ни о чем не может, не сможет договориться. Так вот, проведение Шекспира вводится параметром отношения таких фрустрированных треугольников к общему количеству персонажей. Завязки этот параметр маленький, но быстро нарастает к кульминации, а потом всех персонажей убивает, и конфликт, связанный с монстрированным треугольником, разрешается сам собой. Так что, это, в общем, такое особое образование. Теперь представьте, что у вас весь система включает узлов, и между какими-то узлами взаимодействия ферма вот возникает достаточно сложная магнитная следа, называемая «стыльным стеклом», в которой многие взаимодействия показываются в пустыне. Кстати, тоже имеют модели социальные, ну, скажем, в самом примитивном варианте. Есть индивидуумы, которые взаимодействуют друг с другом. Каждому может быть либо хорошо, либо плохо, но есть связи между индивидуумами. Система должна прийти в состояние наибольшего удовлетворения, которое всех устроит. Отрицательная связь антиферма магнитная означает, что мне хорошо не только тогда, когда мне просто хорошо у меня спин вверх, а когда я еще сделал так, что соседям немножко плохо, и у них скроем вниз. Значит, вот тогда и полностью исчезнет. И поскольку соседи хотят того же самого, то полностью удовлетворить желание всех людей. Так вот, оказывается, в этих системах возникает очень своеобразное состояние. Оно не выгодно ни одному из участников, но в целом систему предстоит. Если спросишь каждого, он недавно. Но в целом все живут. Как только появляется привод в брак, извиняюсь, и барабан, который говорит честно, тут устроен настоящую демократию, значит, он это стабильное состояние разрушает. После этого, значит, начинается долгий и мучительный приход в новое такое вот состояние, устраивающееся. Но в физике, если не говорить о политике, значит, есть много ситуаций, когда надо чуть-чуть поправить свойство материала. Ну, например, есть анизотропные магнетики. Магнитный момент может смотреть либо вдоль, оси Z, скажем, либо лежать в плоскости перпендикулярной. Это зависит от константа анизотропии. Явление похожее. В конце уже просто рассмотрим более подробно. В принципе, от того, какова вот константа анизотропии, зависит то, насколько легко магнитный момент крутить магнитным полем. Есть такое явление, как магнит остается. Я поле прилагаю, и в зависимости от поворота магнитного момента в поле у меня меняется там объем или, значит, геометрический размер материала. Возникает деформация. Причем иногда этот эффект может быть достаточно значительным. Но проблема в том, что там, где он значительный, там очень сложно обращаться. Ну, в некоторый момент, ну, в некоторый момент, ну, более большие, ну, уже там, десять тела листать. Ну, возник, возникла естественная идея. Если в некоторых материалах константа анизотропии положительная, в других отрицательная, то нельзя ли так намешать их друг с другом, чтобы она была в целом равна нулю? Скажем, допустим, она одинаковая, но в одном положительная, в другом отрицательная. Возьмем, например, сусплот тербий фермы 2 и диспользуя ферму 2, если я сейчас не ошибаюсь по памяти. Одного положительного, другого отрицательного. Давайте-ка мы их смешаем 50 на 50, ну и получим материал с нулевой анизотропией. Анизотропия нулевая, легко, больно будем вращать, мы вроде дистриции вращаем. Смешали и получили материал, который не похож ни на исходных использований, ни на исходные, значит, тербий фермы 2. У него где-то совершенно нормальные магнитные свойства. Но вот исследованием подобного текломатериала я сам достаточно долго занимался. Я как теоретика группы экспериментаторов с которыми мы работали, занимались как экспериментаторы. Оказалось, там возникают очень своеобразные магнитные структуры, которые были названы аскеромагнитными, но о них мы тоже попозже поговорим. То есть, в общем, там все достаточно необычно. Ну вот, почему необычно и почему нельзя пользоваться стандартными физиками первого текла, давайте рассмотрим на самом, что я смотрю на то, как мы в физике твердого тела обычно объясняем возникновение зон. Как простейшая модель зонной теории. Мы с вами всегда предполагаем, что у нас на образец, который мы рассматриваем, наложены циклические граничные условия оборок кармана, в том смысле, что противоположные грани, ну это прямоугольник на самом деле, это параллелепипед, противоположные грани у нас эквивалентны. Достаточно большой косинный образец, поэтому количество слоев макроскопическое, термодинамическое, но тем не менее. Благодаря этому, благодаря циклическим ограниченным условиям оборок кармана, у нас выполняется одно очень популярное в физике тождество. Если я возьму кристаллическую решетку, через RL обозначу радиус вектор описывающей положение, и он в этой решетке, и посчитаю вот такую сумму, то есть очень полезная возможность. Эта сумма равняется L, где количество узлов в решетке умножить на дельта-функцию между вектором K и каким-нибудь вектором обратно делаешь. Доказательство очень простое. Давайте рассмотрим вот эту сумму. И предположим, что я сдвинул решетку, совершил преобразование из группы трансляции, сдвинул решетку на одну постоянную. Естественно, при этом физически ничего не изменилось. Решетка всплывалась на ссылку. Тогда у меня должно выполняться вот такое разница. Ну или если я распишу это, можно написать вот таким образом. Чтобы это равенство выполнялось, с учетом того, что вот эти два множителя у меня взаимно сокращаются, у меня должно выполняться условие E в степени и K равняется E в 0. Ну а это возможно либо если вектор K равен 0, либо если он равен любому вектору 0 или любому вектору обратной решетке, то вот эта сумма равняется числу условий 5. Но вот этим условием пользуются, не всегда, так сказать, сказав об этом, молчаливо предполагая, при выводе практически любой формулы, значит, которая используется в традиционной физике народного тела. Ну, кстати, обращаю ваше внимание, что вот эта равенство, как только мы заговорили про неупорядоченные сведения, моментально перестает работать, потому что неупорядоченные сведения в никаких оснований думают, что она совпадет сама собой. Она в среднем совпадет. То есть, если я сдвину там, не знаю, любой вектор, то получу не лучшую и не лучшую среду, чем та, которая была. Но говорить, что он выполняет с какой равенством, ясно на ней нет. Ну, а в традиционной физике народного тела, например, как вы говорите и объясняете возникновение зоны в модели сильной связи? Я говорю, что у меня узлов одно электронное состояние на, так сказать, каждом узле, тогда представление вторичного квантования, это выглядит таким образом. это энергия в узла, а это, так называемые клонушки интеллирования, обусловлены тем, что волновые функции соседних узлов немножко перекроются. Ну, в числе симметричных соображений понятно, что состояние оказывается выраженное, то есть один узел ничем не лучше другого, поэтому если я один электрон помещаю в эту систему, он должен, так если на пальце все объяснять, бегать по узлам и на каждом узле проводить примерно по единицам времени, если говорить о динамической картине. Ну, а дальше предлагается, давайте мы сделаем простое преобразование. Операторы, от операторов рождения и уничтожения и перейдем к другим операторам. По сути дела совершим преобразование в пути. Это для оператора рождения, а уничтожения электрона это для операторов рождения. Обращаю внимание, что трансляционные варианты я еще в положении сделаю, что он новый вектор К, короче, а квантовые числа. Использовал теорему Эгнераев, это что? По истории его была? Да. Ну, вы всегда знаете теорему, да, что собственные функции Гамильдиняна преобразуются по представлению соответствующей группы симметрии, в данном случае группы трансляции. Ну, давайте посмотрим, что у нас получается. Для этого просто мать рад, мы только подставим вот эти выражения. Сумма ОК и К со штуком. Е в степени ИК на Э. Е в степени ИК на Э. Минус И К штрик на Э. А К штрик с крестом. А Кт. Минус ИК на Э. Здесь немножко послужнее. Сумма ОК по Н. Минус ИК. Е еще одна прорезанная вещь, тоже связанная с трансляционной вариантностью. Благодаря тому, что все уже были инвалиды, вот эта вещь на самом деле зависит только от разности от Н минус Н. Какие бы два окна я ни взял, все равно, в каком месте кристаллы, как она находится, величина будет одна и та же. Ну, это уже инвалиды. Сумма ОК на Н. АК штрик с крестом. АКт. Е в степени ИК на Э. И теперь я эти суммы немножко преобладываю. Значит, ну, во-первых, вот здесь, вот эту сумму. Я поменяю места суммирования. К и К штрик и Р. Тогда у меня будет вот такая сумма. сумма по Н. Е в степени ИК на К штрик умножить на Н. Мы с вами знаем, что это Н умножить на Дельта К К штрик. Ну, или, в принципе, можно считать, что К и К штрик различаются на значения в постоянные обратные решетки. Ну, поскольку я буду чего приводить, рассматривая в первой зоне, неприятно, значит, просто Дельта К К штрик. Тогда у меня вот эта первая сумма, она приобретет совершенно простой вид. Это будет сумма АК ЕН АК с крестом умножить на АК. То есть здесь Екатериан приобрет диагональный вид. Вот с этой суммой немножко придется повозиться. Так только я тут что-то написал, не то, а не то, не то, не то, не то. Теперь давайте сделаем такую вещь. Узил Н я представлю в виде Н плюс Н минус Н. Я ничего не сделал, просто торжественное преобразование свяжу. Но зато у меня, благодаря такому преобразованию... Благодаря такому преобразованию у меня... Давайте сделаем вот так, чтобы оно так по идее еще не было. Я наоборот узел Н представлю в виде Н плюс Н минус Н. А то я выбрал разные знаки. Тогда здесь будет тоже Н минус Н. Тогда что у меня получится? У меня есть вот такая вещь. Минус Н. К со штрихом умножить на Н. К со штрихом умножить на Н. Вместо Н я поставлю вот это выражение. Это будет минус И. К со штрихом умножить на Н. Минус Н. Минус И. К со штрихом умножить на Н минус Н. К. Плюс И. К умножить на Н. Ну и окончательно... Это я расписываю то, что вот здесь у меня экспонент стоит. И окончательно это будет выглядеть так. И Н. К со штрихом умножить на Н. К. Минус И. К со штрихом умножить на Н минус Н. Тогда вот эта сумма у меня преобразуется таким образом. Я распишу сумму по Н и по Н таким образом, как сумму по Н минус Н и сумму по К. Дальше смотрите. И сумму по Н, простите. Значит, дальше смотрите. У меня в экспоненте выделится вот такая вещь. Е в степени И. К штрих минус К умножить на Н. Это вот эта сумма умножить на Н. Умножить на Н. Умножить на Н. Умножить на Н. функцию К. 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 t от n минус n, e в степени минус, и k от n минус n. Все, габиллитониан диагонализован. Я вижу, что у меня в курьере преобразование свело габиллитониан к диагональному виду. При этом энергия, это есть eL плюс t. Уровень энергии размылся в зону. По сути дела, в том или ином виде, вот эта нехитрая идея у нас присутствует во всех задачах, связанных с физикой фондователя. Всегда, когда мы имеем дело за кристаллы, мы можем габиллитониан диагонализовать, ну, если бы два уровня электронных на один узел, у нас чуть посложнее была бы задачка, нужно было бы решать задачу на собственные значения для матрицы второго порядка, ну, в целом, все в общем, вот как и усылается. А у нас, с вами, в неупорядоченной среде, первый момент – нет электрофункции. В неупорядоченных средах вот эта штука имеет смысл, но она называется структурным фактом. Ее можно измерить на экспериментах, связанных с рассеянием рентгеновских лучей. Она даст возможность вывести, так называемую, падную коррекционную функцию, которая показывает вероятность нахождения атома в данном материале на заданном расстоянии друг от друга, но он до дефункции уже, к сожалению, нет. То есть, вот эта часть нам ни к чему хорошему не приводит. Ну и кроме того, нельзя писать, что вот эта вещь зависит только от разных специальностей. То есть, в попытках сделать бурий образ нас приведет гравитониан снова к неке о гадальном мире. Вот такому. То есть, ничего хорошего не получится, задача не решится. Ну, это автоматически означает, что волновой вектор К не является хорошим квантовым числом. Задача диагонализовалась. Состояние энергии определяется вектором К, а здесь не определяется. То есть, вектор К не является хорошим квантовым числом. А раз не является хорошим квантовым числом, совершенно непонятно, как строить поверхность ферми, потому что она вообще в каком-то стране строится. Ну и так далее. Первоначально были деланы из попытки, ну, все-таки спасти традиционные методы, считать, что беспорядок есть. Он такой маленький, планкий. Изменения, связанные с неупорядочностью, имеют размер больше, чем для нас свободного пробега электрода. То есть, грубо говоря, в каждом локальном кусочке сохраняется хороший кристалл. Можно какую-то полярельную сферу не строить. Но это, знаете, так. Когда корабль и тонн начинают за все, что угодно, цепляться, на самом деле физике реально это не соответствует. Никто не сказал, что степень характерного штаба беспорядка превышает длину свободного пробега электрона. Более того, мы с вами увидим, что фактически любой упорядоченный материал, даже упорядоченный, можно загнать в ситуацию, ну, не упорядоченный, все равно какие-то дефекты содержат. Можно загнать в ситуацию, когда, значит, это предположение будет нарушено, то есть для нас свободного пробега электрона будет больше, чем размер. Вот этого беспорядка будет четко много неупорядоченных элементов, но и возникает вопрос, что со всем этим делать. Вот для всего этого и пришлось разрабатывать специальные методы, к изучению которых мы с вами сейчас обрисовываем. Так, сколько мы посмемное времени. Давайте сделаем такой заговорочек. Элементы теории вероятности. У нас первые вероятности вообще два? Да. Правильно. То есть вы решили, что это достаточно хорошо. Правильно. Там вероятность независимых событий умножаются. Зависимых событий, дополняющих друг друга, складываются. Тогда ответим на вопрос. Есть такой анекдот. Один друг спрашивает другого. Ты летать не боишься? Что бояться? Как террористы? Бомбу могут на борт пронести? Говорю, знаешь, в теории вероятности мало вероятно, что на борту окажутся одновременно два пассажира с бомбой. А я всегда с тобой бомбу буду. В чем ошибка в рассуждениях? Это независимые события. Независимые события в произведении вероятности. У него вероятность взять бомбу равно единице. То есть вероятность встретиться на борту террориста бомбы такая же, как если бы он не возил бомбу. Ну, тогда хорошо. Куда я не буду, значит, в очереди давать основные определения теории вероятности, давайте мы с вами сразу же перейдем. Я единственное сделаю несколько замечаний по системе обозначения. Значит, если у нас есть случайная величина Х, а дальше нам придется достаточно часто сталкиваться с отличного рода случайными величинами, то момент этой случайной величины, мы с вами будем обозначать вот так или вот так. Главными скобками у нас еще часто обозначаются термодинамические средния. В тех случаях, когда ничего другого нельзя подразумевать, будем просто скобки ставить. в тех случаях, когда термодинамические средние и средние там по, так сказать, структурациям структурным, мы будем внизу условно писать, о каком, собственно говоря, усреднении и вершине. Дальше момент второго порядка такой вот величины. Мы будем называть либо дисперсией величины Х и обозначать либо так, либо вот так. Дальше. Давайте введем понятие случайного поля. Будем говорить, что у нас есть случайное поле. Если у нас имеется вот такая функция. Так, давайте я лучше от Х перейду. Функция Х7. Функция, которая задана в пространстве и во время. то есть, каждые четвертые координаты, три пространственных и одновременная, у нас поставлено в соответствие некоторое случайное величины. Вот если у нас такая вещь заданная, мы будем говорить о том, что у нас заданная случайная поле. В данном случае, если у меня поле описывается одной, случайной величиной, мы будем говорить, что у нас задана скалявная поле. если это не одна случайная величина, а несколько случайных величин, мы будем говорить, что задана где-то основная поле. если у нас задана в карте точек, скажем, девять случайных величин, мы будем говорить, что у нас задана тензорная поле. Например, в задаче в теории упругости, случайной неодноводных сверху, приходится задавать модель упругости. Это тензорная случайная поля. Для датчика электродинамики приходится задавать тензорно-электрической проницальностью, тоже тензорная случайная поля. Дальше, давайте будем говорить, что у нас есть информация о распределении вот этой случайной величины в одной точке, в двух точках, в трех точках, в четырех точках, ну и вообще в каком угодно наборе точек, R и T. Т.е. я знаю, как распределена функция дита в одной точке, я знаю, путь распределения знаю. знаю функции совместного распределения дита 1, дита 2, в точках R1, T1, R2, T2, ну и знаю все остальные функции. На правильности нам потребуется вот эти функции распределения, потому что, как правило, мы будем работать с так называемыми гауссовыми случайными полями, на которых предполагается, что любая функция распределения может быть разбита на произведение памятницы. я просто просматриваю, чтобы не повторяться, потому что какие вещи вы знаете. Дальше. Относительно функции дита, естественно, мы можем предполагать, что она вещественная величина, при необходимости можем предполагать, что она является комплексной величиной. По умолчанию будем считать, что комплексная. В соответствующих местах будем ставить знаки комплексного сопряжения. Ну и, наконец, два самых важных определения. Во-первых, давайте определим, что такое среднее значение. Дальше. Означале, что в каждой точке стоит в основном функции распределения использования энергичные на этой точке, я все это усыдняю. Или вот так вот можно написать. Очень часто будет встречаться вот такая точка. У нее разные названия, давайте, чтобы мы ее не напрасны, будем ее называть флюктурацией случайного круга. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и давайте введем еще одно определение. Я могу взять, например, скобки у меня в данном случае означают математическое ожидание. То есть эта запись означает, что я рассматриваю вот такой интеграл D2 D1 D1 D2 D2 D1 D1 D2 D1 D2 D1 D2 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 D1 R и T1, R2, R2 Видно, что традиционная функция У меня равняется Усреднением от таких ключей Либо, если я воспользуюсь вот этим определением Равняется Дзита от R1, T1 На Дзите со звездой от R2, T2 Минус Дзита от R1, T1 Множить на Дзитер от R2, T1 Для доказательства достаточно просто я вам представить В результате выражения и провести усреднение Вот, к счастью, формула в реальной жизни была попроще Давайте еще несколько определений Последних на сегодня сделаем перерыв Значит, во-первых, если везде у нас отсутствует явная зависимость от времени То такое поле будет называть стационарным Как правило, мы с вами будем рассматривать стационарное поле Очень часто это не соответствует реальности Но в каком смысле не соответствует Например, у нас распространение электромагнитных ом Задача локации в атмосфере У меня там в атмосфере и глубке этот процесс Но нас интересует очень быстро протекающий процесс Электромагнитный ом У нас распространяется скорость шведов в данной сцене Значит, а все-таки изменения там Движения воздушных насилов и все прочее Это гораздо более медленные движения Так что, по сравнению с интересующими нас Промежутковым временем, я себе думаю, мы считать стационарным Точно то же самое и физики Особенно первые пленки доделали В курьем случае, когда Хорошая лаборатория была в отпуске сначала И отпуск довольно далеко от Москвы Так вот, на одно из заседаний Значит, из Совета В Академии Ром по магнетизму Тогда академик Баралик Романов Везли, демонстрировали пленку из Аркутска Ну, пока ее везли, у нас это стилизовалось по дороге Но это все равно несколько часов Это явления, которые интересуют Кинетические эффекты, проводимость И так далее Магнитные явления все-таки более быстро протекающие процессы То есть, в принципе, предположение о стационарности Если мы рассмотрим какие-то очень быстрые изменения следы И очень медленные изменения физических свойств Ну, правда Далее Если у нас здесь пропадает зависимость от Р А вот здесь в координационной функции Появляется зависимость только от разности То такое поле будет называть статистически обнородным Как правило, мы с вами будем рассматривать статистически обнородные поля Ну, вот это уже более русское предположение Потому что, скажем, любой граничный образец При эти границы более нельзя рассматривать Как статистически обнородные Граничные эффекты у нас всегда будут иметь место Далее Ну, легко представить себе ситуацию Когда, скажем, благодаря каким-то внешнему То же самое земная поверхность Есть геологические пласты В принципе, материалы, которые там содержат Неупорядочные материалы Минимум поликристаллические А поликристаллы тоже могут рассматривать Как неупорядочный материал Но, я так скажу, буду речь В таких-нибудь процессах Типа распространения в ходе хома Но Благодаря там Сложному идеологическому строению У нас может быть такая ситуация Что в одном леске поверхностей Там, например, на Каменитской массе В другом – в Ленинской, там, в третьем еще какой-нибудь То есть, в принципе, вот если рассматривать Большой участок земной поверхности Поле не будет являться статистическая норма Ну, например, по его противствозь Таких свойств Поэтому Такие свойства храняются Только локально Но В тех вещах, которые обычно изучаются физикой, скажем Массивные образцы Там положение достаточно хорошо работает Ну, и, наконец, последнее Если у меня Все зависит То есть Только вот Абсолютного значения расстояния В поле еще называется Статистический закон Ну, вот, если статистическая однородность Это очень важно, потому что Без него сложно будет рассматривать Какие-то вещи То есть Статистическая изотропность Ну, это Желательно, но Необязательно В принципе Только техника Учислений Несколько Усложняется Есть в массе примеров Как это поле не является Статистический изотроп Скажем, стены Напыляемые Можные материалы Благодаря просто Усложняем Напыление Что оно, допустим Наклонное Приобретают Первые наведенные изотропии И более того Это полезно Поскольку Благодаря этой изотропии Появляются Полезные Внутри Так что Треть этих моментов Статистическая Стационарность Статистическая однородность Ну, и Если специально Другое не оговорено Статистическая Затронность Значит Вы Вправе Спросить Почему Я ограничился Только Паник Развомные Функции Ну, правильно Это и будет Такое Потому что Если нельзя И ограничиться То Теоретически Посчитать Что Небель Будет Очень сложно Поэтому Мы в дальнейшем Будем Предполагать Что Поля Еще обладают Свойством Гауссовости Так называемого Это означает Что Любую Более высокую Корреляционную Функцию Можно Разбить На Произведение Вот Эти функции Точнее Чуть Более Серьезное Означает Что Корреляционных Функций Нечетных Порядков Дептазита 1 Дептазита 2 Дептазита 3 Средние Не существуют Они равны Ну Это Более Менее Естественно Если Распределение Симметрично А Функция Четвертого Порядка Распределение Сумму Произведений Папок Корреляционных Функций Значит Ну Это Достаточно Такое Серьезное Предположение Потому Что Во многих Физически Интересных Приложениях Ну Ниоткуда Не очевидно Что Значит Поле На самом деле является Гауссом Ну С другой Стороны Предположение Гауссовом Поле Позволило По крайней мере На качественном уровне Объяснить Много Принципиально важных Эффектов То есть Среда Отличается От неупорядоченных От неупорядоченных Качественных Нам вообще-то Важно понятие На качественном уровне В чем там фокус Какие Принципиально Новые Качественные Эффекты Если мы это поймем Ну В принципе считать Сейчас С реалистичным Распределением Значит Случайности И неоднородности В этой среде Можем Например Численные Есть Различные Численные Модели О них совсем немного Поговорю Это отдельное Оба знаний Но Они есть Но Это полезно Делать Когда я в принципе Хотя бы на качественном уровне Не понимаю Чего там ждать Вот Для того чтобы качественно Объяснить все процессы Которые Происходят Значит Ну Такое предположение Окололось У нас Случайного Поля Ну И более того Я скажу Я упоминал Про изображения Для Изображений В большинстве Практически Важных В принципе Это Хорошее Предположение Более того Финорический Глаз Устроен Так Что Он Не различает Случайные Изображения Текстуры Хотя Одинаковые Важные Текстуры Одинаковые Важные Лесные Кварталы С городскими Кварталами Маск Сети В чем там Фокус Вот У нее Маскировочные Сети Пальная Коррекционная Функция Она Примерно Такая Как У Реальной Степи Болота Ну На каком Участке Маскироваться Можно Своё Время Когда Не были Так Компьютеры Развитые Как Сейчас На одной Конференции Закрытых Показывали Как Моделировать Небо Для тренажеров Пилотных Каким Фотографировали Реальное Небо Потом Рассчитывали Пармон Коррекционную Функцию Потом Создавали Искусственные Небо Такое Достаточно Похожие Настоящие Хотя Облака Так Мультивы Так Что В принципе Предположение Не такое Сильно Ограничено Наш Дальнейшие Действия Ну А сегодня Ещё Следующий Раз Так Ну да У нас В расписании Две пары Стоит Две пары Да Мы Можем По одной паре Одна пара В один день Сделать То есть Два Дня В неделю Сниматься Может Зачем Да Небо 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 Ну Я Планировал На вечер Не посмотрел Небо 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 Ну Хорошо Тогда Небо